Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радио и телезрители! Мы начинаем свою очередную программу в центре Сангейтс, немножко в другом формате, чем обычно мы это делаем на радио. И сегодня в гостях в центре Айбек Изатов, доктор Изатов. Здравствуйте! Здравствуй, Миша! Да, здравствуй, Айбек! Ну и мы продолжим программу нашу, которую мы начали. Мы говорили о Джуд Ши, несколько программ провели на радио, но пришли к выводу с Айбеком о том, что это не так, скажем, будет понятно, как простые, обыденные вещи, и тем более, что эти вещи пришли издревле, пришли с тех времен давних, когда учителя объясняли своим ученикам, а учениками были все, как надо правильно себя вести, чтобы быть здоровым, чтобы быть успешным во всех сферах нашей деятельности, во всех сферах нашей жизни. Да, и мы говорили о том, что каким должен быть учитель в первую очередь. Я полагаю так, что мы сейчас продолжим эту тему, каким должен быть учитель, а потом мы перейдем на тему, каким должен быть ученик. То есть, вкратце напомню, речь идет о три единстве человека, как тело, дух, душа, или body, mind, spirit, это по-английски, но прежде чем войти в высокие материи и говорить об этом, мы должны функционировать с точки зрения этого тела. То есть, тело, это сосуд, он должен быть без дырок, он должен быть в хорошей форме, то есть, здоров сосуд, в котором мы все находимся, наша душа. И также он должен быть успешным. То есть, трудно сидеть и медитировать, если тут вот висит у нас то, что называется суды, или utility bills, или вот коммунальные услуги. Ипотека. Ипотеки, да. А это очень сложно делать, потому что как-то внимание рассеивается, все-таки насущные вещи, они и есть. Мы все живем в материальном мире, и материальное благо, это и есть, то, необходимое для дальнейшего самосовершенствования. Вот. Айбек, давай продолжим тогда об этом говорить. Ну, и тогда вопрос простой, элементарно простой вопрос для многих радиослушателей, которым насущным был. Как стать успешным? То есть, мы затронули, мы начали говорить, как зарабатывать деньги, не в таком обычном понимании этого слова, не в смысле того, как мы привыкли ходить на работу. Это один из методов, самый распространенный метод. Мы ходим на работу, и нам работодатель платит определенную сумму денег. Ну, по разным причинам кто-то или с этим не согласен, или хочет как-то вырваться из этой рутины, и как-то по своему расписанию, скажем, функционировать. То есть, иметь свое личное время, которое он контролирует, а не кто-то его менеджер или работодатель. Да, в общем, спасибо за, во-первых, спасибо за предоставленную возможность участвовать в твоем шоу. Значит, действительно, ты все правильно выразил, все правильно рассказал. И в продолжение темы, которую мы начали, я хочу сказать, что... напомнить телезрителям, значит, что у нас была тема, и мы обсуждали как раз-таки, значит, типы заболеваний относительно, значит, контингента людей, которые болеют. Значит, это, как мы говорили, может быть, по конституциям, может быть, по, значит, типу характеров в греческой медицине, значит, и даже по социальным уровням. Поэтому, еще раз напоминая, значит, нашу прошлую тему, мы решили, что настоящий врач, который действительно от души беспокоится о благосостоянии своих пациентов, значит, не должен преследовать материальную сторону, значит, отношения отношения врача с пациентом. И, как я уже говорил, в древности врачи считались не только, значит, ну, людьми, которые, значит, мастера каких-то там процедур, но также люди, которые вносят, значит, какой-то духовный вклад в развитии общества или там деревни, где он, и, как бы, помогает в таких бытовых ситуациях, помогает, значит, людям выбрать определенное направление в зависимости от их, значит, предрасположенностей и формы тела, допустим. Ну, это то, что, скажем, в Индии на санскрите называется дарма, дарма – это предназначение, и, в общем-то, раньше, в древние времена предполагалось, что каждый человек, ему желательно было знать свое предназначение, были специальные там касты какие-то, если говорить об этом, и каждый человек должен был заниматься своим делом. Ну, да, абсолютно верно. Ну, значит, я хочу добавить, что каждый человек уникальный, и каждый человек имеет свое определенное, значит, место в обществе, и он должен понять свое определенное место, и если он поймет, для чего он здесь, и реализуется в этом плане, то, естественно, это человек успешный, это человек, который не будет иметь проблем не только финансовых, но и духовных, и психологических, и в семье он будет, как бы, занимать там определенное место, или это глава семьи, или это, значит, какой-то саппорт семьи. И я хочу сказать, что, я думаю, что мы, как-то у нас это интродакшн такой большой получился, да? Ну, ничего, ничего, это вступление, это важно, это важно. Мы, конечно, это не последняя программа, это только начало. Кстати, были какие-нибудь вопросы по поводу джи-чьи? Не было? Вопросы были, да, вопросы были, было конкретно, как, скажем, вот пульсовая диагностика, как пользоваться пульсовой диагностикой, с чего начинать, с какие точки, и вообще, о чем идет речь, вот был специфический такой вопрос. Ну, в двух словах, конечно, тяжело будет объяснить всю пульсовую диагностику, но я постараюсь. Значит, во-первых, пульс в Тибете и, значит, в Индии тоже определяют на запястьях, почему, потому что, значит, лучевая кость, они здесь, а не вот здесь, да, как сейчас можно, живой или не живой? Да, ну, это, что надо, потому что иногда трудно здесь определить пульс. В общем, лучевая кость, она такая плоская здесь, и как раз удобно именно здесь определять пульс. Значит, соответственно, пульс определяется по лучевой артерии. Некоторые, значит, определяют здесь пульс. Это, знаешь, не относится, это, знаешь, как бы люди, которые изощренные в диагностике, в пульсе диагностики, они не могут определять здесь пульс. Здесь, знаешь, она, вот эта артерия очень тонкая, и здесь ты определяешь только своим большим пальцем. Ну, тогда не будем это делать. Значит, это, знаешь, определяет, я, ну, смотрел и сравнивал многие пульсы, здесь определяет, знаешь, твою страсть, твою потенцию. Поэтому пульс, ну, почему ты так берешь? Знаешь, обычно, если, то есть, тут нету ничего, понятно, я не шли на левую. Знаете, потом расскажу, что у тебя творится. Да, ну, здесь определяется, во-первых, уровень твоей потенции, и насколько ты, ну, стойкий, или как это, индус, выносливый, и все такое. Значит, здесь шесть точек в основном. Значит, на указательном пальце у нас определяется, значит, сердце и тонкий кишечник, значит, потом здесь определяется желудок и селезенка, потом здесь обычно идет левая почка и точка села. И какая? Точка села, это, я уже говорил, это такая, ну, в современной медицины нет аналогов этой точки, но они приблизительно этой точкой считаются надпочечниками. Как бы, ну, они как бы соединили два надпочечника, и получалась эта точка. Значит, здесь у нас легкая, толстый кишечник, печень, и, значит, здесь уже левая почка, а правая почка и мочевой пузырь. Значит, эти точки, этими точками, значит, мы определяем, вот эта лучевая артерия сама по себе, это как бы, знаешь, значит, артерия, которая как бы шлюз. Понимаешь? И вот, допустим, в основном мы пульс, пульс мы определяем, значит, как сердце легко биться, да? И как сердце, допустим, дает звук туда, и он, как ультразвук, допустим, мы даем обратный эффект. И на этой артерии это определяется, понимаешь? Допустим, сердце выдало в легкие, да? И какое сопротивление, какая, значит, ударная волна, значит, происходит ли там резонанс какой-то, значит, он отдается же кофетам в сердце. А здесь мы это определяем, как сердце на себе чувствует. То же самое, ну, сердце, допустим, вот этот палец сердца и тонкий кишечник, значит, в сердце тоже идет своя артерия. Значит, ну, сердце тоже обогащается, она как бы сама себя обогащает, получается. Значит, и в то же время кишечник. Почему сердце связано с кишечником? Потому что кишечник – это такое самое огромное, значит, образование внутренних органов. И оно обычно давит на аорту, на брюшную аорту. Значит, косвенно оно давит на диафрагму. И поэтому, как бы, если кишечник переполнен, особенно у людей с большим животом, то сердце, естественно, страдает. Можно определить, допустим, насколько, значит, задавлена брюшная аорта. Можно определить, что чувствует сердце в этом плане. И, наоборот, если, допустим, сердце слабо подает в кишечник, то кишечник тоже начинает страдать. Значит, получается, что вся кровь из кишечника, она идет в венопорта и в печень. Значит, если кровоснабжение кишечника слабое, то, естественно, там происходит застой, стагнация. И кровь уже не посмотрит обратно через венозный бассейн. Значит, ну, это вообще такая долгая история, как все это объяснять, но нужно найти логическую цепочку. И когда уже человек, значит, понимает, что он чувствует, да, значит, когда человек... Я раньше этим очень плотно занимался, но сейчас я... Знаешь, потому что, во-первых, это нужно будет рано утром, когда человек еще не покушал. Когда человек, значит, спокойный, без... Знаешь, когда ему еще... Он не посмотрел, значит, новости, где там все депрессивное. Когда он еще, значит, не упил тяжкую кофе. Нужно это очень рано. Это как только он проснулся, когда уже, значит, там пишется так, там есть горячее дыхание сна и холодное дыхание, значит, бытовой жизни. Вот в этот... Когда уже они в балансе, вот тогда нужно чувствовать это. Тогда ты можешь действительно определить, значит, есть прокрытие, рекрытие, ты действительно можешь определить состояние всего органа. Но когда человек уже выпил чашку кофе, он уже поел, когда он уже покурил сигарету, когда он уже там побыл в автобусе или там в какой-то пробке, и приходит к тебе, ты, естественно, ты настолько искажен на все. Ты просто будет... Это будет, наверное, мисс диагноз, если можешь. Ну да. Да, поэтому я... Если человек действительно увлекается этим, ну, когда я жил в Вузбекистане, я этим занимался, потому что... Я полагаю так, простите, я перебью, я полагаю так, дорогие друзья, если вам это интересно, и если вы хотите узнать кое-что о себе в этом плане или научиться даже, то вы можете обратиться к нам в центр, это... Мы находимся в Чикаго. Самый простой вариант связаться с нами, поскольку смотрят нас на интернете и не обязательно в городе Чикаго, естественно, то вы можете с нами связаться, во-первых, это тройное W, SunGate Radio. Почему SunGate Radio? Главное, это SunGateCenter.com по английски. Но там только на английском языке. Если по-русски, а мы говорим сейчас по-русски, то тогда проще всего это сделать на SunGateRadio.com, SunGateRadio.com или в YouTube. Эти программы записываются, выкладываются в YouTube, в Facebook, где вы можете, в общем-то, задать свои вопросы, оставить свои комментарии. Или самый простой вариант, прямо, вот так сказать, прямо у эфира, это SunGate108, это наш Skype. SunGate, солнечный оборот, на конце буква X. Это первое. То есть, те, кто проживает на нашей территории, милости просим, телефон 847-226-9956, можете зайти в любой, так сказать, момент, сделать appointment, и доктор Изата вас примет и поможет вам. Это первое. Второй момент, который я хотел бы отметить, ну, к сожалению, для очень многих, здесь существует, у нас в Соединенных Штатах существует определенное правило, которые нельзя нарушать. Определенные болезни, которых нельзя лечить, кроме как, вот, особым докторам надо идти, исследовать все, то есть, процедуры, которая придумана Министерством здравоохранения, если можно так выразиться, Соединенных Штатов, это Federal Drug Administration, FDA, то, что называется. И, опять же, врачевать, или, скажем так, оказывать медицинскую помощь официально могут только врачи, которые имеют лицензию на работу в Соединенных Штатах. А если люди приехали сюда, и уже в таком возрасте, скажем, который не позволяет, это занимает очень много лет здесь, это не то, что даже закончил медицинский институт, ординатуру, как это было в Советском Союзе бывшем, где Айбек учился, где я учился, и многие другие. Здесь это занимает еще больше времени, поэтому на это нет, к сожалению, возможности для этого. Но ведь человеку-то все равно, правильно? Человек хочет быть вылеченным. Поэтому каким-то образом, каким-то образом мы это дело освещаем, и это вопрос сложный. Поэтому чисто медицинские вот такие вещи, которые вот еще объясняем, давай мы, иначе у нас передача сделанется надолго. А нам надо еще многие вопросы осветить. Один из вопросов, кстати, был такой. Не будет ли конфликтной ситуации между, скажем, вот здоровьем, нашим здоровьем, на котором мы все концентрируемся, мы все хотим быть здоровым, и, скажем, то, что освещалось в прошлой программе, человек должен быть материально, скажем, благополучным. Вот здесь очень интересный момент, но, не знаю, объект сам скажет более подробно, ну, как, в общем, человек, который занимается энергиями, это же логично просто. То есть, если мы начинаем о чем-то думать, очень упорно, целеустремленно, мы начинаем думать, причем этого у нас нету, то есть, мы начинаем думать, где нам заработать деньги, в конце концов. И у нас вариантов других нету, а коллектив нам не нравится, работа нам не нравится, и что нам делать? Вот тогда начинается у нас, так сказать, застой, в том плане энергии, застой энергии. И вот эта энергия, она блокируется и, соответственным образом, отражается на всех органах, которые, в организме, из которых мы все состоим, и системах. Поэтому это очень важный момент. Наши мысли, это все взаимосвязано исключительно. Поэтому вот вопрос такой, нет ли здесь конфликта, ну, судя по всему, мы уже так осветили, вроде бы нету никакого конфликта, а как тогда сделать так, чтобы перейти на тот, скажем, уровень, или думать по-другому, или, допустим, выяснить свое предназначение, может, мы действительно занимаемся не той деятельностью, которой мы вот всю жизнь занимались, ну, кто-то там бухгалтерией занимался, не знаю, вот, я получаю письма такие, сплостные рядом. 40 лет занимаюсь, а может, я не тем занимаюсь, через 40 лет человек начинает думать, что он ничем занимается. Как это сделать для более молодых людей и для тех людей, ну, которые уже, ладно, которые уже задумались над этим? Значит, это такой, я бы сказал, очень хороший вопрос. Значит, ну, вот на своем примере, допустим, я приехал в Америку, практически не знаю язык, знаешь, так же, как и ты. И мы стараемся найти себя, найти, ну, здесь погоня за деньгами очевидна. Люди судят уже не по одежде, а по, сколько ты в год зарабатываешь, понимаешь? Если ты больше 100 тысяч, то ты человек, меньше 100 тысяч, то ты не человек. Значит, поэтому здесь, конечно, другой сетап. Значит, поэтому, но, знаешь, я одно хочу сказать, что в Америке практически возможно все. Действительно, хорошая страна, и я очень благодарен судьбе, что я здесь оказался. Значит, но сейчас к, значит, я бы сказал, к лучшему происходит то, что люди могут зарабатывать даже, будучи не в Америке, потому что есть возможность интернета. Это просто уникально, это восьмое чудо света. Или седьмое. Восьмое. Окей. Значит, ну, да, она действительно относится к новейшему, интернет относится к чуду света тоже. Понимаешь, к чему я веду? Значит, интернет намного, намного открыл, значит, взор человека в этот мир. Да. Значит, теперь, человек, его умственный сетап, когда я говорю сетап, его, значит, умственные возможности могут ли охватить интернет? Могут ли они, значит, знаешь, найти какой-то резонанс, какой-то части интернета и, значит, проявить себя. Интернет не ограничен. Абсолютно. Ты можешь делать в любом формате. Можешь делать видеоформат, звуковой формат, просто имидж формат или просто тайпинг, значит, знаешь, веб-сайт. Но. Есть одно но. Миллиарды людей в интернете сейчас. Официально, может, три миллиарда, по-моему. Я вот разговаривал человек, который в Google работает, он говорит, мы ожидаем еще подъем. Значит, три миллиарда. Значит, каждый хочет, ну, многие, конечно, просто смотрят, но многие хотят заработать, потому что есть реальная возможность зарабатывать минимальные, там, до максимальных, значит, максимальных нету, они неограничены, это неограничены, поэтому я говорю. Так как количество людей, которые на интернете находятся поистине неограничены? смотри, значит, человек, насколько он амбициозен, насколько у него возможности ума. Если, допустим, человек чувствует, что у него не хватает знаний, человек чувствует, что у него не хватает опыта, но он знает, он хочет, значит, обеспечить себя, он понимает, что материально, знаешь, мой папа говорит, если ты такой умный, что ты такой бедный, ты понимаешь? Но это не только твой папа говорит, это очень многие люди. Вот тогда, когда он мне сказал, я сразу открыл два магазина, у меня было кафе, это в Узбекистане, я сразу стал так сказать. Ну вот обычно так и делают, в Узбекистане особенно. я хочу сказать, что, значит, что нужно? На своем опыте, допустим, я сейчас практически просто считаю деньги, знаешь, ну, потому что я вложился в интернет, ты понимаешь? Я понимаю, да, было бы, что считать, да, да, это уже хорошо, болит голова, это хорошо или плохо. Конечно, хорошо, есть чему болеть. Я понял. Значит, вот, Варий, почему? Потому что нужно всегда думать по-другому, уникально, как ты на самом деле думаешь. Потому что люди пытаются, допустим, копировать кого-то, люди пытаются как бы иметь какой-то идол и идеал и исходя из этого, значит, формируют свое мышление, свой, значит, путь, значит, зарабатывать денег, в том числе в интернете. Нет. Такой сетап не работает. Человек должен быть самим собой. И человек должен... Прости, но не у всех людей, не все людей креативные, не все люди... Вот именно. Теперь, значит, мы приходим к теме, как стать креативным. Значит, чаще всего это какая-то шоковая ситуация. Чаще всего. Знаете, когда человек, я бы сказал, знаешь, оказывается, ну, это может быть случайностью или, знаешь, преднамеренно, оказывается в какой-то ситуации, в которой он никогда не ожидал себя видеть, в которой... которая показывает ему совершенно другой мир. И... когда это как бы шокирующе так открывает ему внезапно значит, его возможности, человек, побывав в этой ситуации, он начинает новую жизнь и он понимает насколько безграничны возможности этого мира, в этом мире, для человека. поэтому многие уникальные люди, гениальные люди имеют такую, значит, такую шоковую ситуацию. Значит, миллион примеров, в том числе Достоевский. Значит, я не хочу сказать, что давайте будем всем создавать шоковую ситуацию и человек начнет жить креативно и все такое. Нет. Для этого я, допустим, я понимал, что передо мной стоит определенная задача, да? Нужно эту задачу выполнить. Во-первых, нужно знать, что ты хочешь. допустим, ну, ты знаешь, что ты хочешь, я знаю, что ты хочешь. Просто люди ленятся, они не могут взять ручку с бумажки и написать, я хочу это. Я хочу это. когда ты системно все это для себя предоставишь, когда ты понимаешь, что эта задача ведет к этому, а эта задача ведет к этому, значит, ты фокусируешься на своих задачах. Значит, у тебя ты автоматически элиминируешь, то есть, убираешь все лишнее. Ты понимаешь, что тебе нужно именно это. это значит rule number one, то есть, правило номер один, это значит, нужно сфокусироваться на том, что ты хочешь. Обычно у всех людей это приблизительно одно. Одна такая схема. Значит, после этого ты понимаешь, что когда ты уже начинаешь этим заниматься, непосредственно, ты понимаешь свои ограничения, ты понимаешь, что ты нехорошо говоришь по-английски. Значит, у тебя ограничивается твой значит, знаешь, общественно, так сказать, influence, точно, как это по-русски. Вознесение. Влияние твое на определенный континкент уменьшается. В смысле? Ограничиваешь, ограничиваешь, ты понимаешь, что у тебя много ненасадков. Ты начинаешь ограничивать себя. Теперь, можно ли миновать? Можно ли что-то сделать такое, значит, которое значит обойти все это? Вот здесь таки, самое важное, что я для себя приобрел, у каждого из нас есть душевные силы. У нас есть физические силы. А если ты уникальный физической силой, ты можешь это показать обществу. то есть если на тебя оценят, если ты талантливый, если ты родился, допустим, с голосом Руза или Андреева Черри, то да, ты знаешь, success, успех, но у тебя нет этого. Ну, то есть мы сейчас говорим, мы сейчас говорим для обычных людей, которые не имеют ничего такого до сих пор не было у них. То есть сейчас есть возможность развитием интернета. Редактор субтитров